Добрый вечер, Рифтов! Сегодня мы познакомимся со стихотворением Номи Шемер «Льоты нацху ути» дословно «Вы меня не победите». Я перевел название на русский язык как «Меня не победить». Я думаю, что эта песня стала символом нашей непобедимости в борьбе против террора. Этот урок выходит при поддержке спонсора, который просил себя представить как «Максим, любитель истории страны». Большое спасибо Максиму за поддержку нашего проекта «Изучение иврита в интернете». Я сначала прочитаю стихотворение по кусочкам, а потом прочитаю его целиком. В описании к этому видео вы найдете ссылку, сможете послушать песню на стихи эти в исполнении Ярама Гаона. Из моего окна я вижу улицу, подобную реке, которая выходит из берегов. И здесь глагол «гоэ» – это поднимается о воде в реке, выходит из берегов о воде в реке. И люди на их дневную работу, как бы на свою дневную работу идут. Слово «йомам» – это «их день». В современном языке мы услышим это слово «йомам» только в каких-то немногих устойчивых словосочетаниях. Стихотворение выдержано в стиле классического иврита и в плане произношения тоже. Имеем это в виду. Не всегда то, что как бы легко и просто в классическом иврите было написано. В современном языке это уже кому-то будет не совсем понятно. «Ветинокот шельбейтрабан им айанкут шельгабан». И школьники с ранцем, который на спине. И сейчас я объясню, что слово и словосочетание «тинокот шельбейтрабан» дословно – это «младенцы дома учителя», раввина. И изначально под этим подразумеваются дети, маленькие дети, которые учатся в хейдере. Хейдер – это начальная религиозная школа. То есть обычно это даже в доме у учителя, у раввина, комната одна выделялась для учебы. И туда приходили дети и там учились. И вот это словосочетание использовано в значении «просто дети». Потому что дети в хейдер не ходят с ранцами на спинах, а речь идет просто как бы «дети». Но Ами Шемер очень интересно использовала это словосочетание. Но подразумеваются дети, идущие в школу. Разные дети, идущие в школу. «У вея де гем кама ан фея дас пор хим». И у них в руках несколько веток мирта цветущих, цветут. И сейчас припев «Питом зыба умид багэр вэля цми ани умер». И вдруг это приходит и проясняется. И сам себе я говорю «Лотенацхути» – «Вы не победите меня». «Ломенацхимути кольках мэр» – «Не побеждают меня настолько быстро». А по смыслу не так легко меня победить. Следующий куплет. «Мехалуни анируэ матос мамри матос доэ». «Из моего окна я вижу взлетающий самолет. И самолет, который планирует доэ. Это планирует, летит по воздуху. Умид хабэ ба ананим ары хоким. И скрывается в далеких облаках». Или в далеких тучах можно перевести. «Ани шомеа мэхуна ба мангина анехуна». Я слышу. И мэхуна мы можем перевести как машина, как механизм какой-то. Но в классическом иврите мэхуна – это может быть еще какой-то инструмент. То есть музыкальный инструмент в том числе. Я слышу какой-то инструмент с верной мелодией. Мангина – это мелодия. «Ше мидгальгелит ба хуцот увашваким». Которая «мидгальгель» – это как вращается или… Ну, примерно отсюда слово «гальгаль» с этим же корнем. Как прокручивается, перемещается, распространяется по смыслу. Давайте переведем. «Хуцот» – это то же самое, что «рыховод». «Хуцот» – как бы снаружи. И то, что мы понимаем, что здесь корень «хуц». И «хуцот» – это не дома. Это снаружи и улицы здесь по смыслу. На улицах и на рынках. И дальше опять припев у нас. И я сейчас прочитаю стихотворение целиком. «Мехалони» – «мехалони» – «эни роэ» – «рыхов кимон агар гоэ» – «вээнэшим лавудат йомам олхим». «вотинокот» «во significance». Пусть он приходит, и я говорю, не бойтесь меня, не бойтесь меня, не бойтесь меня так быстро. Мехалוני, אני רואה, מטוס ממריא, מטוס דואר, ומתחבא בעננים הרחוקים. אני שומע מכונה במנגינה הנכונה, שמתגלגלת בחוצות ובשווקים. I hope this was interesting. Спасибо за внимание. С вами был Марк Лейтраут. До свидания.